Привет, друзья! Наверняка многие из вас уже знакомы с продукцией этой компании благодаря двумих достаточно успешным моделям внутриканальных наушников ECO H1 и ECO H10. А совсем недавно компания выпустила портативный USB ЦАП или Донгл ECO ZRD-ITM03. Ранее мы с вами имели уже возможность познакомиться с подобными устройствами, которые призваны не только облегчить нелегкую жизнь владельцев смартфонов, лишенных разъемов под стандартный миниджек, но и улучшить их звучание. И если помните, это были Audi REC BIM и Dadacool DA134. В сегодняшнем обзоре мы с вами узнаем, способны ли устройства ECO ZRD конкурировать на рынке и сможет ли заменить полноценный плеер хотя бы начального уровня. Приятного просмотра, друзья! ECO ZRD выпускается в двух модификациях для устройств, имеющих разъем Type-C и для устройств с разъемом Lightning. Я перестраховался и приобрел на всякий случай сразу два варианта, чтобы было. Кстати, к сожалению, гаджет можно пока приобрести только на Amazon, где он стоит 99 долларов США. Но, надеюсь, что в скором времени, хочется надеяться на то, что в скором времени ZRD появится и на AliExpress, скажем, в каком-нибудь Pinon Audio Store. И посмотрите, друзья, в какой забавной плоской упаковке поставляется этот гаджет, на который изображены какие-то фрукты, похожие на гранат, только почему-то с маленькими крылышками. И есть еще несколько белых лис. Так вот, лисы – это и есть ключ к разгадке странного названия устройства. ZRD – это латинское название ушастой лисицы феник, обитающей в пустынях Северной Африки. Вот такая познавательная информация. Не благодарите. И еще на лицевой стороне есть одна отличительная деталь. На угловом черном островке указали тип разъема. Этот у нас для Type-C, а этот для Lightning. А на обратной стороне, естественно, обнаруживаются характеристики. Зачитаю вам, друзья, сейчас основные, а вы, нажав на паузу, прочтете потом остальное. ЦАП используется здесь очень даже серьезный. Cirrus Logic CS4398, декодирование PCM 32 бита на 384 кГц, через оптический выход 32 бита на 192 кГц, поддержка DSD 128, поддержка Type-C Lightning, посеребренный кабель из бескислородной меди, коэффициент нелинейных искажений 0,15%, динамический диапазон 120 дБ, диапазон воспроизводимых частот 20 Гц, 40 кГц и адаптивное сопротивление 16-600 Ом. От себя добавлю, что любые наушники внутриканальные, естественно, если они не запредельно высокоомные, это устройство раскачивает. Ну и, например, мои суперлюксы, 56-омные, Zerda раскачивает, но уже на пределе своих возможностей. Как-то так. Коробкина крышка здесь держится на магните. Открываем и видим комплектацию устройства, в которой кроме самого этого устройства больше ничего нет. Ну и ладно. Дизайн устройства выдержан полностью в стиле наушников компании. Это небольшой эскетичный прямоугольник из анодированного алюминия, состоящий из двух частей и выкрашенный в синий металлик с ребрами на верхней и нижней поверхности. Сверху видим название модели, нанесенной белой краской, сбоку номер модели. На одном торце видим разъем 3,5 под миниджек, на другом выходящий из корпуса очень эластичный и приятный на ощупь кабель с коннектором. Очень, кстати, боялся, что этот кабель будет такой же тумовый, как, например, в дадакуле, который был не очень практичным. В использовании он был белым, еще быстро чернил и пачкался. Тут же, как хочешь, так его и гни, и мни, и так далее. И все, никаких элементов управления, как видите, здесь больше нет. Использовал это устройство связки с iPhone XR и Xiaomi Mi A1 и в качестве USB ЦАП подключал этот донгл через вот этот маленький переходник к MacBook Pro. К сожалению, компьютера с Windows у меня сейчас, друзья, нет под рукой, поэтому могу вкратце рассказать, как подключить устройство к Macу, а это очень просто. Друзья, вставляем донгл в USB разъем и идем в настройки звука, и в качестве выводного устройства выбираем ZERDA, которая системой определяется как Primary Play Interface. Далее, в плеере, которым пользуемся, точно так же в настройках выбираем устройство вывода. Все, никакие танцы с установкой драйверов тут не нужны. С iPhone тоже все просто. Подключили гаджет, и он сразу работает и гонит звук через ЦАП. А вот с подключением к Android-устройствам есть нюансы, о которых также вкратце расскажу вам. Первым делом на смартфон нужно установить плеер, который поддерживает возможность гнать звук на USB ЦАП в обход родного аудиотракта. У меня это HiBee Player, в настройках которого нужно открыть доступ обязательно к USB-устройству. Вот здесь. А после первого подключения донгла к смартфону в диалоговом окне обязательно нужно дать разрешение, нажав ОК. Все. И еще, чтобы убедиться, что донгл точно подключился и работает, нужно обратить внимание на светодиод, который горит красным цветом. И расположен внутри разъема под миниджек. Вот, видите, красненький. Значит, у нас устройство успешно подключилось. Остается врубить какие-нибудь, подрубить какие-нибудь любимые наушники, и вперед можно слушать музыку. Пусть сегодня у нас в качестве примера, наглядного примера, послужат наушники из прошлого обзора TFZ King 2. И звуковую подачу и козерда характеризую как очень насыщенный музыкальный и объемный. Устройство заметно акцентирует низкие частоты, особенно в области мид-баса, и тем самым добавляет от себя в общую музыкальную картину немного тепла и, скажем, такого комфорта. Однако, благодаря, наверное, хорошему контролю, это никоим образом как-то негативно или отрицательно не сказывается на детализации частоте в этом регистре. Низкие получаются очень энергичными, собранными, четкими и с хорошей проработкой текстур даже в самых низких слоях, которые здесь уходят заметно глубоко. Тут как бы это выразится. Короче, бас лупит по щекам ощутимо. Короче, отрезляющий. В средние частоты зерда также добавляют от себя хорошие массы, благодаря крупным и достаточно размашистым звуковым мазкам. Поэтому середина воспринимается слитной, наполненной и плотной, с более темным и густым нижним регистром и более светлым и детальным, но не резким, верхним. Здесь зерда снова не пытается показать себя честным и мониторным аналитиком, потому что основная ставка и это справедливо в первую очередь сделана здесь на эмоции и объем. И вот этому устройству очень хорошо удается вовлечь и погрузить слушателя с головой в музыкальную атмосферу. Ну и в то же время, справедливости ради, замечу, что дефицит в деталях и мелких звуковых нюансах здесь совершенно не ощущается. А вот ширина и глубина сцены будет, конечно, напрямую зависеть от используемых вами наушников и личного представления об этой самой виртуальной сцене. Например, в моем случае в наушниках Hi-Fi Boy у SV3 сцена мне казалась более широкой и глубокой, в то время как в TFZ она оставалась примерно такой же широкой, но уже в глубину показалась мне более мелкой. Верхние частоты устройства подают вполне натурально, но немного в упрощенно смягченной манере и совсем, может быть, слегка выдвигает их на передний план. И разрешение здесь, я считаю, вполне приемлемое и хорошее для устройства такого класса. А в конце, думаю, не будет лишним, если я сравню и Казерда, например, с ее прямым ценовым конкурентом, Audi REC BIM, который за эти же деньги может похвастаться тремя съемными кабелями с разным интерфейсом в комплекте, регулятором громкости и физическими кнопками для управления плеером на смартфоне. А вот что же касается звука, то вот звучат устройства совершенно по-разному. BIM более честный, хлесткий, техничный, если помните. Он заметно агрессивнее на высоких частотах и своей подачей напомнил мне плеер HIDI SUP 80. Зерда же, напротив, своей эмоциональной, музыкальной, более массивной и объемной подачей напомнила мне другой плеер начального уровня HIDI R3. Наверное, с тем лишь отличием, что низкие частоты, как мне показалось, немного телеснее и структурнее выка Зерда. Подводя итоги к плюсам этого устройства, отнесу отсутствие нагрева во время продолжительной работы и небольшой жор-аккумулятор у источника. Эластичный кабель, приятный дизайн, отличную сборку и, конечно, классный и объемный звук. К минусам, никакую комплектацию не съемный, кабель, невозможность работать с гарнитурами, увы, и отсутствие физических клавиш на корпусе. И, по моему мнению, в связке с смартфоном Zerda ITM03 вполне может заменить собой какой-нибудь плеер начального уровня, тем самым заметно освободить и немного облегчить ваш карман от лишнего. Так что, если вам по душе такой форм-фактор и более весомая и жирная, в кавычках, звуковая подача, которую я вам сегодня описал, то Zerda ITM03 – это ваше устройство. Но, однако, в этом обзоре прозвучало всего лишь на все мое субъективное мнение об этом гаджете. Прошу это помнить, друзья. Я же в ближайшем будущем, и если, конечно, срастился, обязательно возьму наушники от этой компании. Уж очень их все хвалят. Хотя, если судить по качеству этого устройства, то и наушники уже точно не должны меня разочаровать. Но поживем, увидим, как говорится. На этом все, друзья. Подписывайтесь на нас везде. Мы, кстати, теперь обитаем и на Яндекс.Дзен, где можно нас и почитать. Оставайтесь с нами, ставьте лайки и бейте в колокол. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!